Сотрудники милиции обеспечат общественный порядок и безопасность граждан как при подготовке, так и при проведении праздничных мероприятий в местах массового скопления людей. Будет организовано дополнительное патрулирование улиц, усиленно охрана мест массовых народных гуляний, объектов транспорта и жизнеобеспечения. Личный состав готов к несению службы. Будет работать весь личный состав не только города Бреста, гарнизона, но и по всей Брестской нашей области. На усиленный вариант будут приведены сотрудники ГАИ, которые работают. Будет усиленный вариант. Хочу сказать, что основные мероприятия у нас будут проходить в Брестской крепости, в парке 1 мая, а также в парке воинно-тренциалистов. Личный состав готов к обеспечению безопасности наших граждан и та оперативная установка, которая на сегодняшний день будет препятствовать. Для проведения этих праздничных мероприятий думаю, что вопросов у нас не будет. Следить за соблюдением правил поведения на дорогах как пешеходами, так и автомобилистами завтра в усиленном режиме будут инспекторы ГАИ. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой заранее выбирать свой маршрут проезда по городу 9 мая, учитывая тот факт, что движение по некоторым центральным дорогам Бреста в связи с проведением мероприятий будет запрещено. Ответственно, стоит подойти и к выбору места парковки. Боковые проезды вдоль проспекта Машерова и улицы Ленина завтра под стояночным и остановочным запретом. Альтернативные улицы и улицы, ведущие в направлении мемориального комплекса Брестская крепость Герой, будут закрыты в период времени с 7 часов утра до часа ночи. Поэтому обращаю внимание всех участников дорожного движения, что госавтоинспекция переводится на усиленный вариант несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения. Особое внимание хотелось бы обратить именно на пеших участников дорожного движения, что в период времени с 9.30 и до окончания шествия будет закрыто движение для пешеходов по улицам Варшавское шоссе в направлении улицы Зубачева. Чтобы было понятно, это новый Берестейский мост. В том числе в период времени с 22 часов и до окончания мероприятий в связи с праздничным салютом. Во избежание непредвиденных ситуаций и трудностей при передвижении по городу завтра, по возможности автовладельцам, стоит на день стать пассажирами и пересесть на общественный транспорт. Если без личного автомобиля все же обойтись не удастся, то места для парковки стоит искать на улицах Крупской, Гоголя и Фомина.